Желтый листик на воде, пенка, капучино, смайлик на сковороде, это красиво! Губки бантиком, бровки домиком и айда фотографироваться везде, где только можно, чтобы показать всему миру свою пижамку, чашечку чая, котика или новый маникюр. Еще пять лет назад никто и подумать не мог, что появится самый настоящий инстаграм-маньяки, выкладывающий в сеть каждый момент своей жизни. За один только прошлый год в инстаграм было загружено свыше 300 миллионов фотографий, а сама сеть, первая в мире основанная не на слове на картинке, была продана ее владельцем Кевином Систромом за миллиард долларов. В итоге в одном месте скопилось огромное количество нарциссов, которые демонстративно показывают, как хорошо и активно они живут. Есть люди, которые выкладывают по 10-20 постов каждый день, и эта зависимость у нас оказывается заложена на генетическом уровне. Согласно данным шотландских ученых, среди обезьян инновации распространяются по тем же законам, которые описывают работу социальных сетей. Оказывается, альфа-самцы передавали ноу-хау наиболее общительным и влиятельным обезьянам, которые уже обучали своих сородичей. Кроме того, существовали среди них и свои подсети с определенным набором влиятельных участников и их фолловеров. И без статистики понятно, что социальные сети повсюду. Мы плещемся в них, как пойманные рыбы. Кто-то желает не отставать от современности, другие рассказывают о себе и своей жизни в фотографиях, рекламируют свои услуги, а то и просто бесцельно бродят по просторам социальных сетей. Главное, соблюдайте меру, и тогда проведение досуга в сети не превратится в зависимость.